Разносторонний гений Леонардо — это яркое исключение из правил или вопрос тренировки навыков? Может ли человек действительно реализовать себя во многих областях, или им лучше всего? Ну, прежде всего, давайте, гений Леонардо — это мифологическая конструкция. Ничего он, к сожалению, или к счастью, неважно, он не изобрел ничего движущегося, летающего и так далее. Он сделал модели, потому что он занимался тем, что он создавал представление для Сфорца. Он был организатором, аниматором, режиссер, постановщик всяких разных ру-веселительных мероприятий. Зажигал петарды, подвешивал на веревках всяких миф и так далее. Пятое-десятое. Ну, сейчас мы это все, конечно, открыли. Не было никого Леонардо до момента, пока не украли Джоконду, и не объявили сумасшедшую, украл Джоконду. Никому до нее не было дела. Она висела, есть эта фотография, стена, в которой 25 тысяч картин висит в Лувре, между ними висит Джоконда. И он так прошел мимо, этот работник, он там поустроился, я забыл его фамилию, итальянец, упер ее, спрятал у себя под кроватью. Все такие, боже, боже, боже. Они ее даже не искали толком, по-моему. Ее случайно у этого психа нашли, потому что он реально был сумасшедший. И он заявил, что это должно быть в Италии, потому что это гениально. Все написали про это, СМИ были транспарентными, они доехали довсюду. И возник мем Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи был, судя по всему, очень большим оригиналом. Ну, по куче всяких разных имеющихся у нас фактов он был оригиналом. То, что он был многофункционален с точки зрения, изучал анатомию, там, я не знаю, смотрел, как водоворот водички, там красиво зарисовал. Все потом восхищались, думали, боже, неужели физик? Вот, значит, нет, просто наблюдал, зарисовал. И это была его такая профессия, придумывать шоу, развлекать. Он за это получал деньги, потому что он не мог жить, как вы понимаете, на свои художественные произведения, по одной простой причине, что он их никогда не заканчивал. Жил на деньги, которые он получал за счет всех развлечений, которые он устраивал. Просто про это же никто не будет писать. Вот у вас на свадьбе там что-то учредили. Вы же напишите, Вазарий, когда написал ту книгу, по которой мы знаем все, он же написал это, уже все умерли, уже давно, там 50 лет прошло, он приехал, помните старика Леонардо? Ой, был чудесный, рисовал, рисовал. Он, с точки зрения живописи, абсолютно, конечно, виртуозный гений. И это его способность видеть и передавать объем, который, собственно говоря, он впервые и создал. И это есть в Уфице, если когда-то у нас, мы там побываем. Но я действительно смотрел это полотно его учителя, и там ангел нарисован. И вот он не так, чтобы уж сильно нарисован, ну, просто нарисован ангел. Ну, вот это такое 2D, а это, ну, такое 3D. И это вы не можете не увидеть. И он учителя на картине нарисовал так, как учитель не мог. Ну, вот такая способность видеть, передавать, ощущать визуально, там, и так далее. Вот. Может ли такие люди быть? Могут. К сожалению, мы их не увидим. Вот по одной простой причине, что мы сейчас с вами оказались в дивном времени, когда длительные навыки у людей не формируются. А это требует не только 10 часов, вот, кроме дарования, а это требует жизни этим. Вот. А сейчас жизни в этих... В СМИ.